Рассмотрим особенности при использовании многосайтовости и многоязычности. Первой особенностью является бэкап. При создании бэкапа стандартными средствами продукта соответствует особенность, что при реализации многосайтовости на разных доменах в бэкап включаются публичные файлы именно того домена, с которого делается бэкап. Решением в данном случае может являться создание отдельных бэкапов, ядра продукта и публичных частей сайта. Следующей особенностью является удаление сайта. При удалении сайта могут возникнуть зависимости, которые не позволят удалить сайт из системы. Поэтому прежде чем удалять сайт, нужно удалить или отменить связи между информационными блоками, привязанными к сайту. Также зависимости могут возникнуть при использовании сайта в модулях веб-форм, каталога, интернет-магазина и других. Соответствующее сообщение о наличии зависимости будет выведено при попытке удалить сайт с зависимостями. Следующей особенностью являются языковые фразы. При использовании многосайтовости для отображения языковых фраз необходимо использовать функцию Get Message. Следующей особенностью является закрытие одного из сайтов для посещения пользователями. В настройках главного модуля можно закрыть сайт для посещения, но это можно сделать только для всех сайтов сразу. Если перед вами стоит задача закрыть доступ только для одного сайта, то нужно разместить специальный код в файле Bittrex.php-interface.s2.init.php. В данном случае S2 это ID сайта, которому нужно закрыть доступ. Таким образом, файл init.php будет подключаться только для сайта S2. Непосредственно в самом файле init.php будет подключаться в файл с сообщением о закрытии сайта.